Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас видео, которое будет особенно интересно автолюбителям. Штатные магнитолы в автомобиле очень часто являются весьма неудобными и тормознутыми. По этой причине очень многие меняют магнитолу на более интересный вариант от стороннего бренда. Я решил попробовать топ магнитолу из Китая и узнать, будет ли она лучше именитых Пионер и Алпайн. Итак, встречайте топ автомагнитола компании Joyng. Как я уже сказал, компания выпускает в основном магнитолы очень высокого класса, с самой продвинутой начинкой для операционной системы Android. Есть любые диагонали экрана, даже больше 10 дюймов. В моем случае это классический 7-дюймовый экран Double DIN. Пришлось взять именно его, а не что-то побольше из-за особенностей моего автомобиля. Десятка просто не станет в штатное место. Сама магнитола поставляется в хорошо защищенной коробке с кучей поролона. Учитывая международную пересылку, это очень хорошо. Прибыло все в идеальном состоянии. В комплекте поставки мы имеем два варианта основных кабелей подключения на ваш выбор, в зависимости от модификации и марки вашего автомобиля. Две выносные антенны 4G, выносная антенна GPS, рамка для удобной установки, набор винтов, два кабеля USB и длинный внешний микрофон. Также есть обширный набор инструкций и сама магнитола. Что касается самой магнитолы, то тут у нас идут очень приличные характеристики. Работает она под управлением системы Android 8.1 прямо из коробки и должна по воздуху получать дальнейшее обновление. Процессор восьмиядерный с тактовой частотой 1.8 ГГц. 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопитель. Поддерживается 4G. Вот тут есть небольшой лоток сим-карты, куда можно установить симку и всегда быть на связи. Ну или как аналог, раздать Wi-Fi смартфона или подключить смартфон через кабель. И тогда сможем использовать режим Android Auto. Или же CarPlay, если у вас iPhone. Также есть полная поддержка DSP. Bluetooth, конечно, тоже есть. И есть возможность подключения разных внешних устройств. Например, как видеорегистратор, камера заднего вида, датчики давления в колесах или OBD-2 передатчики. Чтобы мониторить прямо на экране вашей магнитолы всю информацию касательно вашего автомобиля. Дополнительно к внешнему микрофону есть еще и встроенный в магнитоле. Также на передней панели есть заглушка, стилизированная под еще одну кнопку, под которой находится лоток для карточки памяти microSD. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей. Для такой диагонали это вполне достаточно. Еще полезная функция магнитола – это возможность работать с любым рулевым управлением. Каждую кнопку можно приучить на нужную функцию. От себя хочу отметить внимание к деталям от компании. Каждый кабель подписан и имеет маркировку. Все порты на магнитоле прикрыты силиконовыми крышками. Везде уже установлены предохранители и ничего докупать не нужно. За это производителю однозначно зачет. По внешнему дизайну мне очень понравился материал. Это матовый пластик, а не глянцевый, как часто можно встретить. Благодаря этому отпечатки не собираются. Также наличие физической кнопки и колеса регулировки громкости – это огромный плюс. Во время езды искать на сенсорном экране, как повысить громкость или переключить трек – это очень неудобно и опасно. А тут можно даже, несмотря на эти рукой, нужный элемент и выполнить необходимую функцию. Что ж, пока все супер и нареканий просто нет. Теперь давайте проведем установку магнитолы и заценим ее в работе. Итак, друзья, я установил магнитолу в автомобиль. Все прошло гладко и проблем не возникло. Сама магнитола имеет 4 канала и отдельный канал на сабвуфер, что очень удобно. Работает все под управлением Android, как я уже говорил. Экран яркий и четкий. Под разными углами цвета не искажаются. Яркость регулировать можно. Кстати, кнопки тоже подсвечиваются в темное время суток. И цвет подсветки можно выбрать любой. Настройки тут очень крутые. Есть множество пунктов именно для автомобиля. И в принципе все функции, которые могут понадобиться, тут есть. Сразу же из плеймаркета можно установить нужные приложения и пользоваться уже своим любимым навигатором и даже музыкальным плеером. При блютуз подключении смартфона сразу появляется возможность проигрывать музыку с телефона и управлять звонками. Кстати, насчет звонков. Встроенный в магнитолу микрофон оказался отличного качества. И я решил, что внешний, который идет в комплекте, даже ставить нет смысла. Насчет звука. Магнитола выдает хорошее звучание. Но если вдруг вам не особо понравятся именно стандартные настройки, то тут вам предлагается детальная настройка звука. И есть просто огромный набор инструментов. И расширенный эквалайзер, и настройки центра сцены, различные режимы, возможность обрезать по частотам, можно выставить задержку на определенные каналы. В общем, все, что может понадобиться. Остается просто сесть и настроить ее именно под себя. Но еще, думаю, стоит отметить, что включается она за одну секунду после первой установки и время на ней не сбивается. Это, конечно, мелочь, но есть магнитолы, которые этим страдают. В нашем случае, все хорошо. А теперь пройдемся по минусам. Их тут два. Первый. Магнитола так и не смогла запустить Android Auto с моим телефоном. По всей видимости, проблема в том, что смартфон слишком новый, и нужно обновить прошивку магнитолы. Речь идет о Samsung Galaxy Note 10+. Уверен, что это все решается, но я бы хотел купить магнитолу и сразу пользоваться, а не допиливать что-то. Второе. Это глюк с выводом звука собеседника во время звонков по Bluetooth. Опять тут был промах программы, и собеседника в колонках не было слышно. В интернете я нашел несколько решений, и люди исправляют данный косяк. Но, как и в первом пункте, хочется, чтобы его не было. В итоге я остался доволен данным устройством. Магнитола очень качественно выполнена, имеет все нужные функции и даже больше. Тут мощный процессор с запасом оперативной памяти, все возможные подключения смартфона и хороший внешний вид. Весь интерфейс работает очень шустро. Экран хорошего качества, сенсор тоже отлично воспринимает касания. В общем, все супер, за исключением некоторых косяков, о которых я сказал ранее. Впрочем, подобные косяки встречаются у всех Android магнитол, даже у очень именитых брендов. А вот цена у такой магнитолы находится в районе 300 баксов. Это не дешево, и есть много вариантов попроще. Но именно такой набор характеристик там вы не найдете. Также за 300 баксов можно уже посмотреть даблдины Альпайна или Пионера. Но опять же, там будет вся система попроще и не такое мощное железо. Но зато логотип известного бренда. В общем, тут уже каждый решает сам, что ему нужно. Я свой выбор сделал и могу смело рекомендовать данную магнитолу к покупке. Если не боитесь, немного посидеть с ней после установки в машину и все настроить именно под вас. Ссылку на официальный сайт компании Джоинг я оставлю в описании видео. Там можно посмотреть их ассортимент. Если у вас будут вопросы, то можете смело задавать их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. Ну и как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч.